Всем добрый день! Меня зовут Гусева Мария. Я врач превентивной медицины, врач-терапевт, диетолог, мы с вами давно знакомы. Сегодня у нас речь пойдет про чаи компании Greenway. И эти чаи у нас выбраны не специально, они все будут на Product Day. Сегодня мы поговорим в целом про все чаи, которые есть в компании. Расскажу, что и для чего нужно. Пожалуйста, включите следующий слайд. Да, спасибо. Давайте так, вот это сейчас будет, наверное, самая важная информация в течение всей презентации. Я хочу до вас донести, что чай – это не биологически активная добавка. Это даже особо не функциональное питание. Это просто пищевой продукт, пищевой питьевой продукт. То есть его можно абсолютно всем людям принимать без ограничений, в любом возрасте, за исключением самых маленьких. Здесь уже смотрите сами. То есть мы ничего чаями не лечим, но мы можем на некоторое состояние повлиять. Я скажу, почему я очень люблю чай вообще в целом. Потому что с большинством пациентов, когда я работаю, я сталкиваюсь с тем, что у людей есть обезвоживание. Люди у нас не привыкли пить воду. Вообще такого нет. Если вы из поколения, которое родилось еще в Советском Союзе, вы знаете, что у нас ничего, кроме морса и заварки настоянной непонятно сколько недель, ничего особо не было. Не было привычки пить воду. Поэтому мы эту привычку несем в настоящее. Мы не привыкли пить воду. Очень тяжело дается эта привычка. И я замечаю то, что очень многим людям не нравится пить чистую воду. То есть она им невкусная. Наверняка вы тоже с этим так или иначе сталкивались. Она кажется безвкусной. И на что мы идем? Договорим добавлять какую-то там травку, розмарин, лимон, апельсин. Ну, хоть что-то, чтобы сделать эту воду просто вкусной, чтобы человек ее начал пить. Но я еще использую в своем арсенале чаи. Потому что чаями можно увеличить значительно питьевой режим. А травяные чаи, которые не содержат в своем составе кофеин и катехины, которые есть в черном и зеленом чае, то есть просто травяные чаи, они вообще не оказывают там очагонного действия. Их можно вообще целый день пить вообще в любых количествах практически. Вот. С черным и зеленым чаем тоже, в принципе, так можно делать. Но здесь немножечко поаккуратнее, да, потому что все же черный и зеленый чай, они оказывают мочегонное действие. Вот. И это просто надо иметь в виду. Что еще могу сказать про все чаи? То есть чаи – это продукт питания. Вы можете их пить до еды, после еды, во время еды. Единственное, что я прошу вас – не запивать чаями таблетки. Это очень плохая идея. Да, потому что применение чаев вместе с лекарственными веществами, биологическими активными добавками могут снижать эффективность их. Вот. Ну, в течение дня, пожалуйста. Также какие-то чаи лучше пить в первой половине дня. Это те, которые обладают более таким бодрящим действием, да, и успокаивающие чаи травяны. Их вообще замечательно пить перед тем. Также, когда я использую чай у своих пациентов? Когда мы пытаемся слезть с кофе, с ними. То есть у очень многих людей есть кофейная зависимость, да, вот хочется постоянно какой-то бодрости, но очень много людей в России достаточно плохо метаболизируют кофе. Вот. Оно, кофе, кофе он, 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 оно может увеличивать частоту сердечных сокращений и в больших количествах влиять на качество сна, да, когда человек пьет. И вот когда, а человек уже привык, да, там, 3-4 кружки в день пивать. И вот я тогда ввожу обязательно чай. То есть я говорю, давайте мы кофе уменьшим до одной кружки в день или откажемся от него вовсе. Давайте попробуем пока вот пить чай. Вот. Потом перейдем на травяное, на чистую воду и так далее. То есть чтобы предложить человеку какую-то альтернативу, потому что нельзя отнимать у человека ту привычку, которая ему доставляет удовольствие на протяжении всей его жизни. Вот. Итак, давайте резюмируем. То есть чай – это у нас не биологически активная добавка, это не лекарство, но, тем не менее, у него есть доказанные мировой медицины, причем доказательной медициной, свойства. Большинство исследований по чаю, конечно же, проводилось в Азии. Ну, естественно, да, там целая культура по чаю. Вот. И какие есть интересные исследования? Например, вот в Сингапуре проводилось исследование в течение 20 лет. Вот. В течение 20 лет на 12 тысячах людей, людей, людях. Вот. И что оказалось, да, через 20 лет этого исследования, что те люди, которые пили на всей протяжении своей жизни чай, у них это был в основном, конечно, зеленый чай, различные виды пуэров, они в старости были более энергичными, более энергичными, более подвижными, чем те, которые чай вовсе не употребляли. Также есть обзор 14 исследований, 14 исследований интересных, которые показали, что катехины, которые входят в состав зеленого и чуть меньше черного чая, они уменьшают выработку ферментов, которые отвечают за запасание жиров и могут использоваться для снижения веса. Но снижение веса – это шло каким-то бонусом, потому что потеря веса у этих людей в среднем составляла не более 3 килограмм. То есть это бонус, не более того. Вот. А, кстати, да, по снижению веса. Наверняка вы знаете, что люди часто путают голод и жажду. И вот если вы любите подъедать что-нибудь, особенно когда нервничаете, когда вам скучно, то лучше в этом время не подъедать, не грызть там что-нибудь, орешки, семечки, конфетки, а лучше что-нибудь выпить. Потому что, возможно, у вас просто обезвоживание, вам организм говорит «выпей». И это одна, кстати, из стратегии по снижению веса, то есть налаживание питьевого режима. Это можно всё сделать с зелёным чаем, ну и с чёрным. Кроме того, зелёный и чёрный чай способствуют снижению отёков, потому что они обладают мочегонным действием. Мочегонным действием. После чашечки хорошего чая, через 20-30 минут, очень много людей уходит в туалет по-маленькому. И, значит, что у нас в составе чая? Полифенолы, катехины и эпигалокатехин-галаты. Это вещества, которые обладают доказанными антиоксидантными свойствами, улучшают здоровье печени и влияют на обмен жиров. То есть снижают уровень холестерина и вследствие холестерина из жиров, и вследствие этого снижается риск инсультов. Вот такая вот опосредованная связь. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, мы разберём три коллекции чаёв. Здесь всё просто. Коллекция с чёрным чаем, коллекция с зелёным чаем и травяные напитки. Весь чай, он в основном из Китая, из Китая, немножечко из Индии и немного из Шри-Ланки. И все растения, которые есть в составе, то есть все травы, это уже наши сибирские травы с Алтая. То есть собраны в экологически чистом месте, вручную. Ну и, естественно, всё подобрано в наиболее оптимальной форме. Все напитки обладают богатым ароматом и повторимым авторским вкусом. Пожалуйста, следующий слайд. Итак, здесь, в принципе, будет всё достаточно коротко, потому что все чаи, они, по сути, похожи. Они похожи, но у них, естественно, есть свои особенности, которые вызваны добавленными травами, ягодами или растениями. И из-за этого уже мы им какую-то функцию назначаем. Но вот лично для меня, я вообще фанат чая, фанат кофе, но прежде всего я фанат чая. Я очень люблю, когда есть целая коллекция и когда есть возможность выбора. Потому что прежде всего чай – это традиция, это ритуал, это приятное времяпрепровождение, это кайф. Вот, и здорово, когда у вас там не один там чай, там чайный напиток, а когда несколько, и вы можете по своему запросу, по своему настроению выбрать что-то своё. Ну, во-первых, да, это чайный напиток Алтай Маунтинс. Это чёрный чай с тмином, с дягилем, с иван-чаем. Он способствует тонизации сосудов, снижает сердечно-сосудистые заболевания, тмин оказывает иммуномодулирующее, спазмолитическое действие и обладает достаточно сильным этот напиток противовоспалительным свойством. Да, поэтому мы его можем рекомендовать, как просто, да, людям принимать, абсолютно всем, да, сердечно-сосудистыми заболеваниями, но также в холодную, в сырую погоду. И если вы чувствуете, что вы заболеваете, да, ОРВИ и ОРЗ. Сейчас вроде, да, погода уже наладилась, уже достаточно тепло, но сырость и вирусы только так процветают. Следующий чай – это чёрный чай с бергамотом. Ну, по чёрному чаю, да, всё понятно. Что такое бергамот? Бергамот – это цитрусовое растение, он способствует снижению артериального давления, снижает даже сахар в крови. Ну и как все цитрусовые, он бодрит, повышает концентрацию внимания и наполняет организм энергией. Мне кажется, для первой половины дня просто вообще замечательно. Вот, а также есть чайный напиток персия. Тоже всё просто, да, персия сразу навевает ассоциации с Востоком, со специями, ну так и есть. Здесь для терпкости, для вот этой приятной нотки добавлена корица. Она способствует укреплению здоровья, она тоже обладает таким бодрящим действием, поэтому подойдёт людям с пониженным артериальным давлением, обладает противопростудными свойствами. Ну и ещё, кстати, гвоздику лично я использую у тех людей, у которых есть склонность к паразитарным каким-то заболеваниям, потому что гвоздика – это такой у нас практически натуральный антисептик кишечный. Пожалуйста, следующий слайд. Так, здесь тоже у нас чайные напитки. Чайный напиток Лапландия. Здесь в составе у нас центария, клюква и солодка. Центария – это нашумевший исландский мох. Волшебное, отхаркивающее и противокошлевое средство. Чайный напиток этот можно использовать, когда человек болеет. Когда человек болеет, ему нужно что-то для того, чтобы перестать кашлять и для того, чтобы снизить воспаление в мочеполовой системе. Здесь написано, да, клюква – прекрасный антидепрессант, да, профилактика лечения простуды, но вообще клюква, она достаточно сильно мычгонит. Если вы помните, клюкву мы используем при хронических циститах. Вот, поэтому для меня лично этот напиток, помимо такой вот приятной сладкости и кислинки насыщенной, это прежде всего такой противовоспалительный напиток, который мы можем использовать при циститах, там, пилонефритах и при ОРЗ, пневмониях, то есть когда есть какой-то кашель. Итак, дальше следующий напиток – это у нас гималайон. Здесь у нас добавлен уже к черному чаю гречиха, да, который вы тоже давно знаете, арония душистая и таволга. Гречиха укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость к вирусным и простудным заболеваниям. Арония, что такое арония? Арония – это черноплодная рябина. Это растение, это кустарник, у которого такие черные ягоды, которые очень сильно богат на витамин С и на рутин. И фактически у этой аронии все те функции, которые несет на себе витамин С. Снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды, повышает сопротивляемость организма. Ну и таволга – это наш сибирский, наш сибирская трава, он же лобазник. Это просто невероятно, невероятно ароматная трава. Вот лично у меня таволга ассоциируется с дачей, с бабушкиным чаем, вот что-то такое. Поэтому здесь этот напиток, он скорее такой общий укрепляющий для сосудов, для сопротивляемости к простудным заболеваниям. Либо просто для фкуса яркого, насыщенного, который ассоциируется с летом прежде всего. Чайный напиток тибетский. Здесь помимо черного чая добавлен бадан и бергамот. Про бергамот я уже сказала, он будет успокаивать и бодрить одновременно, как любое цитрусовое наполняет нас энергией, оказывает противовоспалительное действие. Бадан – это алтайское такое растение, он обладает очень сильным противовоспалительным действием и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Далее, черный чай традиционный. Это купаж, то есть смесь черного чая из Индии, Кении и Шри-Ланки. Все просто, здесь никаких добавок нет, потому что очень многие люди любят просто вкус нормального черного чая, хорошего. Черный чай здесь выводит из организма шлаки, лишнюю жидкость, ничего на действие оказывают, помогает с упадком силам, сил, стресс, чувство тревоги. Еще могу вам дать рекомендации по завариванию чая, потому что есть кое-какие нюансы. Компания это не делает, потому что, в принципе, у всех чаев все вроде как одинаково, но могу своим лайфхаком поделиться. Когда мы завариваем черный чай, нам нужно залить кипятком, то есть примерно 80 градусов водой, нужно залить емкость на одну треть. На одну треть, то есть не полностью, а вот одну треть залить и дать настояться 2 минуты. И только после этого долить оставшуюся воду. И тогда вкус именно черного чая, он раскрывается максимально ярко. Можно, конечно, если вы не хотите сильно заморачиваться, можно сразу все заварить, кипятком дать настояться пару минут и уже употреблять. Так, давайте дальше следующий слайд. Переходим к зеленым чаям. Чем у нас отличается зеленый чай от черного чая? Просто ферментации. Зеленый чай – это не ферментированный чай. В Китае они вообще не понимают, что такое черный чай. Они все употребляют, они его называют красным, кстати. Они употребляют только зеленый, не ферментированный чай, потому что именно зеленый чай сохраняет в себе максимально все витамины и антиоксиданты. Так как он не ферментирован и не окислен. Но здесь опять же такая чистая вкусовщина, что кому-то нравится больше черный чай, а кому-то зеленый. А кому-то не нравится ничего, и он пьет просто травяной. Слава богу, у нас огромное просто количество вкусов и того чая другого для того, чтобы абсолютно каждый человек мог выбрать для себя подходящее. Классический черный, простите, зеленый чай с жасмином. Легкий, простой, приятный, бодрящий. Его можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Имейте в виду на весну, на майские праздники, на жаркое лето. Его можно остужать, можно даже лед добавлять, будет очень приятный напиток. Также есть чайный напиток с мятой, лавандой и зеленым чаем. Естественно, обладает успокаивающим свойством. Мята оказывает противовоспалительное и спазмолитическое действие. И сочетание мяты и лаванды оказывает очень приятное воздействие, успокаивает, повышает сопротивляемость. И в конечном итоге улучшает пищеварение, и человек будет потом еще хорошо спать после него. Далее. В сибирске назвали чайный напиток. Сюда добавлена облепиха. Облепиха у нас ассоциируется с иммунитетом, с витамином С, и она подходит в сезон простуд. Но вот лично я люблю облепиху, потому что обладает просто невероятными вкусовыми и ароматными качествами. Очень-очень яркий запах. Ну и тоже классический молочный улун. Да, здесь тоже, в принципе, все понятно. Я думаю, все из вас молочный улун пробовали. Он обладает легким сливочным вкусом. Молоко сюда не добавляется, конечно. Тонкий цветочный карамельный запах и аромат. Содержат эфирные масла, дубильные вещества, полифенолы, ксантины и необходимые микроэлементы. И, кстати, вот отличие зеленого чая от кофе, который содержит в своем составе кофеин. Теины и катехины и пегалаты в зеленом чае гораздо быстрее выводятся спустя время. То есть не имеет такого длительного периода, как кофе, от которого мы видим последствия. Это много-много часов после употребления. То есть у чая всегда короткое действие. Как правило, это не больше часа. Это нам очень хорошо, потому что зеленый чай не будет нарушать сон, например, для людей, у которых есть бессонница. Ведь когда у человека есть проблемы со сном, он плохо спит и выпивает чашку кофе, например, в 5 часов вечера, у него 100% будет в этот день проблема засыпания. А у зеленого чая и у черного таких проблем не будет. То есть он на короткое время возбодрит человека в течение часа-двух, а спать он уже будет нормально. Пожалуйста, следующий слайд. Красный чай с кардамоном. Ой, простите, с кардамоном, с каркаде. Похоже. Здесь тоже добавлены пряности. Это тоже такой восточный привкус, восточная ассоциация у него, очень яркий. То есть здесь и корица, и апельсин, и мята добавлено. Вы его можете употреблять абсолютно в любое время, но особенно приятно его пить для иммунитета в период простудных заболеваний. Сам по себе каркаде оказывает положительное воздействие на организм, потому что это очень сильный антиоксидант и противовоспалительное средство. Также он способствует снижению артериального давления. То есть, в принципе, этот чай можно пить людям, у которых давление повышенное. Так, и, пожалуйста, следующий слайд. Переходим к функциональным чаям. То есть мы разобрали черный, зеленый чай и есть функциональный, то есть травяные чаи. То есть это чай, да, но условно. Самого чая там нет. То есть здесь в составе только травы, коренья, листья, ягоды и так далее. И здесь уже они собраны по своим функциям, оказывают такое более прицельное действие для разных систем. Давайте разберем, какие. Давайте переключим слайд. Давайте вот еще, знаете, что скажу про функциональным чаям. Травяные чаи, травяные чаи вы можете заваривать и пить в течение всего дня. То есть в отличие их от чая, да, от чая прям, то, что можно настаивать эту траву, понимаете, да. То есть вы можете там залить кипятком условно и пить этот там чай, не вынимая из него вот этот пакетик, там, через два часа, там, через три часа и так далее. Добавляя, например, воду, если кажется, что сильно крепкий вкус, это тоже абсолютно нормально. И подходит вот как раз, если вы хотите поработать над своим питьевым режимом и сделать ваше питье более приятным. Итак, для мужского здоровья, да, сюда у нас входит в этот чайный напиток красный корень, да, который помогает тонизировать организм, снижает уровень холестерина и помогает нормализовать мужскую силу, мужскую потенцию. Следующий напиток это у нас экстресс-браво-4. Очень люблю эти травы, особенно левзею, радиолу и бадьян, потому что эти травы, которые собраны на Алтае, вот конкретно эти, они используются в схемах при снижении работоспособности, при усталости, при снижении энергии, когда надо вот чем-то заменить кофе, надо чем-то заменить кофе, кофе уже плохо работает, вот, и эти травы, они оказывают действительно очень хорошее, бодрящее действие. Я рекомендую этот напиток употреблять в первой половине дня, потому что, конечно, радиола и левзея в вечернее время это не самый лучший выбор, да, они могут бодрить. А вот с утра и днем их пить просто замечательно. Они будут работать в течение примерно четырех часов. Кардамон, да, это специя, он, конечно, сюда больше добавлен для аромата, для аромата, для вкуса, но также он повышает активность и ясность ума. Душистый перец обладает антисептическим действием, уравновешивает солевой обмен, улучшает мозговую деятельность. И Бадьяна уже про него говорила, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, обладает противовоспалительным действием, повышает сопротивляемость к стрессам. Вот, ну вот, такое бодрящее действие. Кстати, все чаи можно сочетать между собой. Вот, их можно сочетать между собой. Можно их миксовать так, как вам интересно. Не обязательно пить что-то одно. Пожалуйста, следующий слайд. Сделали напиток специально для сердечно-сосудистой системы. Здесь уже у нас на первом месте каркаде. Как мы уже про него говорили, что он способствует снижению холестерина, улучшает проницаемость, увеличивает проницаемость стенок сосудов, способствует снижению артериального давления. Пустырник, седативное действие. Пустырник у нас у всех на слуху можно принимать вечером, даже нужно. А вот зверобой, он очень интересный. Дело в том, что зверобой – это натуральный антидепрессант. Это прям натуральный антидепрессант. Зверобой – выраженное седативное действие. Всем рекомендую, особенно перед сном. Боярышник тоже у нас у всех на слуху. Он нужен для нормализации ритма, для работы сердца. Клубника, рябина, шиповник – они сюда добавлены как источник витамина С и рутина, которые нам нужны для укрепления сосудов. Для укрепления сосудов. Для дыхательной системы. Малина. Чайный напиток для дыхательной системы. Здесь у нас в составе малина, девисил, солодка и дудник. Малина. Помните, да, всем, наверное, бабушка давала чай с малиной, когда мы болели. Малина – это лист малины, обладает жаропонижающим действием. И помогает выводить токсины, когда мы болеем. Солодка прекрасно обладает откашливающим действием. Солодка у нас стимулирует работу лимфатической системы. Снижает отеки, помимо всего этого. Но и обладает, опять же, сильным таким откашливающим, отхаркивающим действием. Ну и дудник тоже обладает отхаркивающим действием, противовоспалительным и успокаивающим. Такое вот сочетание. Я бы, знаете, что только по этому напитку сказала. Его можно, естественно, пить в любое время. Можно в любое время пить. Более того, говорю, не только при заболеваниях дыхательной системы, но если у вас есть склонность к отекам. Если есть склонность к отекам. Особенно летом, когда у всех, в принципе, страдают нижние конечности от отечности, он может подойти за счет вот этого своего лимфодренажного действия. Единственное, с осторожностью его пейте перед сном. Перед сном, если вы болеете. Если вы болеете, потому что из-за того, что он усиливает отхаркивающее действие, то может усиливать кашель в вечернее время. Нам это не очень подойдет. Поэтому вечером лучше успокаивающий чиво для сердечно-сосудистой системы, но не стимулирующее. Так, давайте дальше. Следующий слайд. Вот, да, как раз говорил успокаивающий. Успокаивающий чайный напиток. Здесь добавлен курильский чай, который нормализует наше внутреннее состояние. Внутреннее состояние работы головного мозга восстанавливает работу после напряженного рабочего дня. Ромашка-пустырник. Известные нам растения, которые обладают выраженным седативным и успокаивающим действием. То есть будете очень хорошо спать. И еще один напиток для улучшения работы почек. Сюда добавлен золотарник, горец, чабрец и, опять же, солодка. То есть все эти травы, они обладают мочегонным действием, то есть стимулируют работу почек. Вы их можете употреблять в каких случаях? Просто, во-первых, потому что вам нравится вкус, как я уже сказала. Второе, если есть какие-то циститы, пейлонифриты, то есть когда нужно простимулировать при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, если у вас высокое артериальное давление, тоже будет хорошо работать. И если есть отеки, отечность какая-то. Но, опять же, с осторожностью перед сном, потому что будете бегать в туалет. Не очень хочется нарушать этим сон. Поэтому последний я бы прием этого чайного напитка рекомендовала в часа за два-три до отхода ко сну, чтобы не бегать потом ночью. Давайте следующий слайд. Да, мы почти закончили. У нас очень много напитков. Это так здорово. Каждый может выбрать что-то для себя. Для укрепления кровеносной системы. Здесь у нас есть небольшое количество зеленого чая, как сильный антиоксидант, потому что он улучшает липидный обмен, снижает риск инфарктов, инсультов. Курильский чай, корица, имбирь, календула и доник. Все эти напитки улучшают работу сердца, сердечно-сосудистой системы, нормализуют артериальное давление. И при этом они не повышают артериальное давление, не увеличивают частоту сердечных сокращений. Поэтому можно на постоянной основе их принимать. Также есть отдельный напиток для оздоровления суставов. Зеленый чай добавлен как антиоксидант, уменьшает воспаление, кепрей обладает противовоспалительным действием. Нам больше всего здесь интересен сабельник, потому что у сабельника есть доказанное сильное противовоспалительное, противоотечное действие, и он усиливает регенерацию хрящевой ткани. Сабельник добавляется в очень многие противовоспалительные продукты и БАДы для суставов. Шибрец брусника используется для терапии суставных заболеваний. Опять же, за счет своих противовоспалительных свойств. И также здесь добавлен саган-дайля. Он способствует снижению отечности, воспалению и болевого синдрома. Единственный момент. Саган-дайля, хотя его здесь очень мало, он на последнем месте в составе, но саган-дайля тоже может немножечко бодрить. Немножко бодрить, поэтому совсем, наверное, перед сном я бы не рекомендовала употреблять. А вот часа за три, за четыре еще можно его употреблять, но совсем перед сном нежелательно. Так, пожалуй, все, да? У нас закончились чайные напитки. Приключите, пожалуйста, слайд. Да, у нас последний слайд. Напитков очень много. Вы можете выбрать от себя любой, либо взять побольше и выбирать любой там чайный напиток, чай под настроение, под ваш запрос, под погоду, да, и его употреблять. Как его употреблять? Один или два чайных фильтра пакета заливаете стаканом горячей воды, кипятка, и даете настояться 7-9 минут, да, это тот минимум. Ну, как я уже сказала, можно настаивать дольше. Можно настаивать дольше, можно на два часа тоже его оставить. То есть это будет уже такой настой. Настой, и он будет более консервирован. Вот. Это, кстати, такой вариант тоже сэкономить. Можно употреблять до еды, во время еды, после еды, вместо еды, да, когда вам хочется перекусывать 2-3 чашки в день, вообще спокойно. Можно их между собой миксовать. То есть утром что-то одно выпить, в обед другое, вечером третье. Но если вы хотите именно по функциональным напиткам, по функциональным вот этим чаям какого-то прицельного действия на систему, то, конечно, лучше делать курс. Вот. Делать курс. И этот курс должен составлять хотя бы 2 недели. Вот. Хотя бы 2 недели для того, чтобы системное это действие накопилось. Вот. Но до месяца. Вот. На постоянной основе один чай я не очень рекомендую потреблять, потому что ко всем травам идет провыкание. Вот. Поэтому там полгода одно и то же пить, ну, наверное, смысла особого нет. Вот. Лучше их чередовать один за другим. Вот. Так. Теперь я посмотрю на ваши вопросы. Здесь мы закончили. Последний у нас слайд. Да, эфир будет, запись будет. В Чае Тибет, вопрос спрашивает, в Чае Тибет находится эфирное масло бергамота, в Чае бергамот, рамотизатор бергамота, это разные компоненты. Я, если честно, я не могу вот прям со стопроцентно сказать уверенность вот сейчас разные это компоненты или нет, но по логике, по логике должен быть добавлен бергамот отдельно и в своем составе содержать эфирные масла. Но вам лучше это уточнить у продукт-менеджера или там в отделе маркетинга. Я люблю с лимоном чай. Какой из наших можно первым попробовать? Вы можете абсолютно в любой чай добавлять лимон, будет со всем сочетаться. Выбирайте тот, который вы любите. У нас нет никаких абсолютно никаких на этот счет запретов. При беременности есть ровные чаи, которые можно без боязни пить. Да все чаи можно при беременности пить. Я сейчас пытаюсь вспомнить. даже кофе и чай можно пить при беременности, если ваш доктор, если ваш лечащий врач вам не пишет никакие-то противопоказания. Потому что, как я уже сказала, это просто не биологически активная добавка, это просто чай. Поэтому лучше про ПП беременности уточните у вашего гинеколога, есть ли какие-то противопоказания. Почечный чай за скольки лет можно? У малышки 4 лет цистит. Тоже не могу, ну, по детям не могу сказать. У нас по детям нет никаких рекомендаций, но, насколько я помню, чай, вообще весь чай не рекомендуется детям. то есть это больше такой, начиная с подросткового возраста, 4 годика, это очень маленький срок для употребления вообще чая, кофе, вот таких вот напитков. Вот, поэтому, опять же, лучше уточнить у вашего педиатра. Так. Так. Если от чая тошнит, пить могу только с молоком. Будет ли эффект, если добавлять в чай молоко? Да, конечно, будет эффект. Но, опять же, имейте в виду, имейте в виду, это почему-то вспомнила, мы чаем не запиваем, чаем не запиваем витамины и минералы, потому что чай и кофе обладают связывающим действием на минералы. И, например, кальций, кальций, он не будет усваиваться вот, из этого молока. Но никаких противопоказаний нет. У нас полмира пьет чай с молоком. При пониженном артериальном давлении какой чай лучше? Я бы рекомендовала зеленый какой-нибудь чай при пониженном или черный при пониженном артериальном давлении, то есть какой-то более бодрящий. Скажите, пожалуйста, производство чаев. Не могу сказать, где производство. Как уже сказала, травы алтайские, они все произрастают на Алтае. Вот, сами чай, они из Китая, немножечко Индии и Шри-Ланки, поэтому лучше уточнить, ну, как бы лучше уточнить, где их пакуют. Не знаю, можно ли диабетикам эти чай? Да, можно. Какие чай нельзя при грудном вскармливании? Вопросы, вопрос интересный. Я не знаю, какие чай нельзя при грудном вскармливании. Лучше уточните у своего врача. Вот, но мнение вот по поводу, говорю, беременности и грудного вскармливания у врачей очень сильно отличаются. Я не помню никаких, вот лично я не помню никаких запретов на чьи во время ГВ. Но лучше уточните. Так, ну, тогда все. Если у вас останутся еще вопросы, я на них отвечу в комментариях. Вот, запись останется. всего доброго. Продолжение следует...